Иногда может показаться, что мужчины и женщины в отношениях хотят совершенно разных вещей, как будто они изо всех сил пытаются общаться на одном уровне, руководствуясь одним и тем же набором приоритетов. Сейчас Джордан точно объяснит, почему это так. Но вне контекста отношений все мы испытываем трудности в своей жизни по самым разным причинам. И в чем Джордан особенно хорош, так это в том, чтобы рассказать всем, кто прямо сейчас слушает это, о том, что они каким-то образом испытывают трудности или оказались в ситуации, когда они изо всех сил пытаются выходить из этой ситуации шаг за шагом. Как это сделать? Как превратить эту ситуацию в величайший успех в вашей жизни? Вот почему мне так понравился этот разговор, и я думаю, что тебе он тоже понравится. И прежде чем начнется этот эпизод, я хочу попросить вас, тех, кто слушает это прямо сейчас, об одном одолжении. Примерно 62% людей, которые слушают этот подкаст, еще не нажали кнопку «Подписаться». Если бы ты мог оказать мне хоть какую-то услугу, то просто нажал бы на кнопку «Подписаться», что очень помогло бы этому каналу. И если ты сделаешь это для меня, я обещаю вместе со своей командой сделать все возможное, чтобы это шоу становилось все лучше и лучше для тебя. Мы договорились? Наслаждайся этим эпизодом. Джордан У нас уже был разговор, и он дошел до десятков миллионов людей. И когда я просматривал отзывы и комментарии к этому разговору, я нашел один, который действительно привлек мое внимание. Кто-то сказал, что в моем теле осталось всего несколько дней воли. Я чувствовал себя неудачником. Я еще не раскрыл тот потенциал, который, как я знал, был во мне заложен. Несмотря на все усилия, я не смог стать тем человеком, которым так отчаянно хотел стать. А потом я встретил Джордана. И его искренние слова как раз вовремя вытащили меня из моего самого мрачного состояния. Теперь моя жизнь снова в моих руках, и я построил карьеру и жизнь, которой горжусь. Так что спасибо тебе, Джордан. Возможно, мы никогда не встретимся, но ты спас мне жизнь, и благодаря тебе у моих детей все еще есть отец. То, что ты оказал огромное влияние на жизнь всего лишь одного человека, это чертовски важно. Как тебе удается получать такие невероятные отзывы от незнакомца, которого ты никогда не встречал? Ну что же, когда ты читал это, ты понимаешь, я имею в виду, что это, безусловно, очень приятно слышать. Но я сразу же задумался о том, почему это так. Видишь ли, мне повезло, что я смог синтезировать и затем передать информацию, накопленную за столетия, благодаря клиническим исследованиям и опыту, накопленному очень многими чрезвычайно умными и осторожными людьми. И в довершение всего, что мне удалось собрать, я достаточно образован, скажем так, в более широкой области гуманитарных наук. И эффект, который этот человек приписывает мне, является следствием этого, не так ли? Я добился успеха, потому что был проводником хороших идей, и у меня есть способность синтезировать много информации и доносить ее до людей понятным способом. Человек, который сделал это замечание, сам понимаешь, по той или иной причине испытывал трудности. И одна из вещей, которую вы делаете с людьми, испытывающими трудности, это делайте простое еще проще, потому что тогда они могут ухватиться за него пальцами ног. Знаете, это как если бы они действительно едва могли двигаться. У меня был один клиент, знаете, у него была тяжелая жизнь. Ему было около 85 лет. Он упал с лестницы и сломал шею, и они навсегда срастили ее. Так что по сути он был вот таким. Он едва мог двигаться. Он был в такой депрессии. Он буквально не мог встать с постели. Ты знаешь, это было ужасно. И он испытывал хронические боли из-за сломанной шеи. И вот знаешь, первое, что я с ним сделал, это заставил его сесть примерно на 30 секунд. Вот и все. Вот с этого ему и нужно было начинать, понимаешь? И после того, как я поработал с ним, когда он лежал в больнице, через две недели он уже ходил по коридору и мог сидеть и читать, ну, знаешь, 5 или 6 минут. И он выписался из больницы. Он отправился домой. Но ему пришлось начать с самых простых шагов. И, эй, чувак, начинай ты. В некотором смысле это и есть определение смирения. Ты начинаешь прогрессировать там, где можешь начать. Я много думаю об этом, потому что есть много людей, которые объективно или субъективно находятся в подавленном состоянии в своей жизни. Именно так они себя и чувствуют. И часто бывает слишком страшно представить им идею восхождения на Эверест сегодня, на вошедшую в поговорку гору Эверест. Просто возьми себя в руки, сходи в спортзал, позанимайся и будь здоров, верно? И... Нет, этого не произойдет. Это все равно, что отправить их к подножию горы Эверест. Но те небольшие обязательства, которые мы берем на себя, часто недооцениваются, потому что кажутся такими тривиальными. Мне нравится, что ты так говоришь. Ну что же, это обычное пренебрежение. Это еще один аспект проблемы. Ну что же, одна из действительно трудных вещей, которую нужно усвоить, когда ты в безвыходном положении, это то, насколько сильно ты опустился. Потому что это унизительно. Ты знаешь, я недавно болел, и когда я начал поправляться, я не мог по-настоящему застегнуть пуговицы на своих рубашках. Мне пришлось научиться делать это заново. Я забыл, как класть руки на клавиатуру. Я не знал, куда деть руки. Мне пришлось заново учиться печатать на машинке. Теперь я не растерял все свои знания, и они вернулись довольно быстро. Но причина, по которой я это говорю, заключается в том, что одно из препятствий для людей, которые действительно пережили удар в своей жизни, заключается в том, что все вокруг них развалилось настолько сильно, что им приходится начинать с нуля. Унизительно даже думать об этом. Это довольно простое правило, если ты хочешь встать на ноги. И это правило заключается в том, что ты должен сделать задачу достаточно маленькой, чтобы ты мог выполнить ее независимо от того, насколько она мала, ты знаешь. И это возможно, я работал с людьми. Я имею в виду, что одна из вещей, благодаря которой я стал хорошо известен, это мой совет начать с уборки в своей комнате. Но у меня было много клиентов, которые не могли пойти домой и навести порядок в комнате. Они не убирали в комнате около 20 лет по самым разным причинам. Может быть потому, что каждый раз, когда они пытались сделать что-то хорошее в своей семье, независимо от того, что это было, их немедленно наказывали и подрывали их авторитет. И поэтому, если бы они даже вернулись домой и осмелились начать убирать в комнате, они столкнулись бы с сопротивлением внутри семьи, которое было просто проявлением те 50 раз, когда они были обескуражены в прошлом. Но также и шаг, который разрушил бы безумие, характерное для модели семейных взаимодействий. Так вот, на самом деле, когда они даже пытались навести порядок в своей комнате, то одновременно сталкивались с драконом в семье, который сводил с ума каждого человека в этом доме на протяжении пяти поколений. Не так ли? Так что все выглядит просто. На самом деле все чертовски непросто. И поэтому в подобной ситуации нужно сократить количество ошибок, чтобы, возможно, первое, что они сделают, это наведут порядок. Например, может быть, они заглянут в один ящик и увидят там беспорядок. Просто посмотрят на него минутку и подумают о том, как бы они могли его реорганизовать, если бы были собираясь это сделать. Когда люди чувствуют себя подавленными и выбитыми из колеи и решают двигаться вперед. В некотором смысле они сталкиваются с целым комплексом проблем, которые встают перед ними под видом одной единственной проблемы. Не так ли? Все это скрывается за этим. Не так ли? Это похоже на то, как если бы, скажем, они увидели кончик хвоста рептилии за дверью гигантского шкафа, посмотрели и подумали, ну что же, это всего лишь кончик хвоста. Какой мне от этого вред? Но это как-то связано со всем этим чертовым чудовищем. И преимущество этого в том, что если ты сделаешь этот первый шаг вперед, ты действительно продвинешься вперед, несмотря на все это противодействие. Недостаток в том, что первая задача кажется настолько маленькой, что тебе буквально приходится стоять на коленях, чтобы быть достаточно смиренным, чтобы опуститься до выполнения этой первой задачи. Сделай шаг. Ты знаешь, боже, неужели это все, что я могу сделать? Я такой бесполезный. Ты можешь оказаться еще более бесполезным, потому что у тебя может ничего не получиться. У меня было много клиентов, которые возвращались, и мы заключали сделку, что они будут делать что-то простое. Я помню одного клиента, это была такая смешная история в ужасном мрачном ключе. Вы знаете, он был ребенком-переростком, и ему было 30 лет. Он все еще жил дома в своей грязной школьной комнате, под присмотром своей матери, что было удобно для него, потому что тогда ему никогда не нужно было ничего делать. И ему удалось соблазнить какую-то девушку переспать с ним, и она забеременела, и теперь у него будет сын. И у него хватило здравого смысла прийти ко мне и сказать, «Знаешь, я в некотором роде расточитель, и я испортил свою жизнь». Но может быть у него хватило здравого смысла прийти ко мне и сказать, «Знаешь, я в некотором роде расточитель, и я испортил свою жизнь». Я бы не хотел уничтожать этого ребенка. Так есть ли что-нибудь, что я мог бы сделать, чтобы взять себя в руки? Так что знаешь, мы уже все обсудили. Мы провели переговоры, а это именно то, что нужно делать с клиентом. Если у тебя есть здравый смысл, ты должен сначала изложить проблему. Ладно, что черт возьми, с тобой не так? Как ты думаешь, ты должен слушать, слушать и слушать? Ну что же, человек раскрывает все, что может быть неправильным. Они выкладывают все свои карты на стол, а потом ты перебираешь их и думаешь, ну что же, кое-что из этого даже они поймут сами. Кое-что из этого на самом деле не является главной проблемой. И вот ты представляешь, что они выкладывают все карты на стол, а потом ты как бы избавляешься от 90% из них. Это симптом, это симптом. Да, да, теперь, когда я заговорил об этом, меня это действительно не беспокоит. Мне кажется, что это не главное. Я думаю, что с этим действительно покончено. Мне это неинтересно, но им все равно придется все это изложить. А потом сосредоточься на проблеме. И следующее, о чем ты думаешь, это спросить их о чем-нибудь. Это отличная общая стратегия решения проблем. Это нормально, если бы это могло быть лучше, так как как вы считаете, что могло бы выглядеть лучше. И тогда им придется выложить свои карты на стол по этому поводу. Так что ты сделай то же самое. И теперь у тебя есть диагноз. Это и есть постановка проблемы. И теперь у тебя есть гипотетическое лекарство, скажем так. И теперь тебе нужна стратегия, верно? И это было бы промежуточным этапом между решением проблемы и конечным пунктом назначения. А затем вы разбиваете шаги по порядку, пока не найдете тот шаг, который они, этот человек, предпримут. И вы должны сделать это экспериментально. Итак, первым шагом для него было пропылесосить ковер в своей комнате. И вот что он буквально сделал. Он принес пылесос. Это был настоящий стоячий пылесос. Он принес его в свою комнату, но донес только до порога. А потом он оставил ее на 45 градусов поперек двери, наклонившись в последний момент, и ходил по ней целую неделю. А потом ему пришлось вернуться и рассказать мне об этом, понимаешь, и он был смущен. Он сказал, знаешь, я поднес пылесос прямо к дверному проему и оставил его там. А потом, вместо того, чтобы отнести его в свою спальню, я просто, понимаешь, поставил препятствие на своем пути и перешагивал через него целую неделю. Это было очень унизительно, потому что он знал, что на кону его жизнь. И он знал, что на кону жизнь его сына. И он знал, что он был никчемным ублюдком из-за того, что не смог принести этот пылесос в комнату, понимаешь, но правильная интерпретация этого отчасти такова. Ну что же, ты вытащил эту чертову штуку из в шкафу, не так ли? Знаешь, так что мы решили пересмотреть условия. Технически это называется совместным эмпиризмом. Это поведенческий подход для клиницистов, и сотрудничество заключается в том, что, как я уже сказал, в чем проблема. Каков диагноз? Каково потенциальное решение? Человек должен быть в курсе всего этого, не так ли? Я имею в виду, что именно они должны решить, в чем проблема. Ты не можешь навязывать им это силой. Они должны понять это сами. То же самое относится и к решению, и к стратегии. Это похоже на то, что я не знаю, что подходит именно тебе. Я выслушаю тебя. Мы можем вместе изучить, какое видение может быть правильным для тебя. А затем мы сможем воплотить его в стратегию, но ты, ты должен быть в курсе этой стратегии. Ты должен чувствовать, что это правильно для тебя. Абсолютно на сто процентов важно, чтобы это было добровольно. И тогда мы скажем, хорошо, может быть это и есть решение. Почему бы тебе не пойти и не воплотить его в жизнь? Приходи на следующей неделе после того, как попробуешь это сделать, давай посмотрим, как все прошло. Знаешь, иногда люди возвращаются и говорят, ну знаешь, все прошло отлично. И это дало мне толчок, и я сделал еще три вещи. И знаешь, что похоже мы на правильном пути. Но иногда они возвращаются и говорят, нет, это вообще не сработало, как с пылесосом. И тогда тебе нужно подумать о том, что нужно сделать в такой ситуации, чтобы уменьшить количество задач. Если ты сделаешь задачу достаточно маленькой, я никогда не видел, чтобы кто-то не смог продвинуться вперед, если бы он сделал задачу достаточно маленькой. Но знаешь, это может быть довольно унизительно. Теперь преимущество в том, что как только ты сделаешь этот первый шаг, ты посмотришь зверю в лицо и начнешь прогрессировать не линейно, а экспоненциально. Так что круто то, что на самом деле не имеет значения, насколько мал этот первый шаг, потому что он начнет удваиваться. А все, что удваивается, растет невероятно быстро. И это тоже очень полезно знать. И это действительно так, когда ты изучаешь что-то новое. Это похоже на то, что ты почувствуешь себя самозванцем. Ты почувствуешь себя дураком, потому что так оно и есть. И ты будешь думать, я никогда этого не добьюсь. И конечная цель может показаться тебе очень далекой. Но если ты сделаешь достаточно маленький первый шаг и возьмешься за дело, то сможешь двигаться вперед с довольно хорошей скоростью, как правило, быстрее, чем ты думаешь. Что же происходит в этой области психологии? Является ли это доказательством твоих собственных способностей? Это определенно так. То, что происходит, когда ты поручаешь людям небольшие, но сложные задачи, приводит к двум результатам. Это повышает их квалификацию, потому что теперь они действительно справляются с проблемой. Таким образом, они приобретают новые восприятия и новое поведение, которые являются мастерством. Таким образом, они фактически расширяют сферу своих концептуальных структур и действий. Это одновременно и концепция, и навык. Но в то же время они видят себя действующими лицами, которые могут изменить направление своей жизни. Например, когда вы проводите экспозиционную терапию с людьми, страдающими фобиями, агрофобия, вероятно, является лучшим примером. Итак, агрофобия — это состояние, при котором люди в целом настолько боятся жизни, что часто буквально не могут выйти за пределы своего дома. Если они выходят за пределы своего дома, уровень их тревожности повышается до такой степени, что у них начинается приступ паники, который подобен полному отказу от борьбы или бегства системы. Это потрясающее переживание. Люди выходят на улицу, и у них начинается приступ паники, а затем они стараются избегать того места, где у них случился приступ паники. Но тогда вероятность приступа паники начинает расти, так что куда бы они ни пошли, у них начинается приступ паники, и в конечном итоге они остаются дома. И это довольно распространенное состояние. Так вот, люди, у которых оно развивается, как правило, женщины, и это потому, что женщины более чувствительны к тревоге, чем мужчины. Как правило, это женщины, у которых были чрезмерно зависимые отношения со своими родителями, возможно, особенно с отцом. Как правило, это женщины, которые ушли от своего отца к бойфренду, который был либо властным и чрезмерно заботливым, либо которого вынудило стать таким зависимость от человека, от страдальца. А теперь представь, что ты зависимая молодая женщина. Ты так и не научился твердо стоять на ногах. Каждый раз, когда у тебя возникала проблема, тебя учили обращаться к авторитету. Ты укрылся за защитными стенами, которые кто-то другой воздвиг для тебя. Ты женился на ком-то подобном. А теперь он умер, или ты разводишься, или эта стена начинает рушиться. Так вот, вся эта экзистенциальная паника начинает нарастать. Ты начинаешь паниковать, когда выходишь на улицу и оказываешься дома не в силах пошевелиться. Ты также думаешь, что ты единственный человек в мире, который страдает подобным образом. И вот что ты делаешь, так это выясняешь, анализируешь проблему и выясняешь их основные страхи, а также то, что агрофобы часто боятся лифтов. И это очень удобно, потому что, как ты знаешь, лифты есть везде, так что ты можешь помочь им преодолеть свой страх перед лифтами. Так как же ты это делаешь? Ну что же, если они действительно напуганы, ты говоришь, ну что же, давай посмотрим, почему бы тебе не присесть рядом со мной и не посмотреть на фотографии некоторых лифтов. И ты говоришь, посмотри на лифт. Хорошо, а теперь представь, что ты находишься в 20 футах от него. Как ты себя чувствуешь? Они скажут тебе, что нервничают, что боятся застрять в лифте. Они боятся, что у них случится сердечный приступ. Они боятся, что окажутся там с другими людьми, которые будут наблюдать, как они впадают в панику, и у них случится сердечный приступ. Быть униженным. Так что у людей есть две большие категории страхов. Это мучительная смерть и публичное унижение. И если у тебя действительно хорошая тревожная фантазия, то она заключается в том, что тебя ждет мучительная смерть очень унизительным способом. Так вот, именно это они и представляют, что происходит в лифте. Так что дело не совсем в том, что они боятся лифта, верно? Они боятся смерти и унижения. А лифт это портал в царство смерти и унижения. Это похоже на то, что я боюсь лифта. Все в порядке. Насколько сильно, я боюсь. Не мог бы ты посмотреть на лифт с расстояния 100 ярдов по коридору? Ну, например, если это не 100 ярдов, то 125 ярдов. Как будто ты найдешь какой-то порог, который человек сможет выдержать. Хорошо, и так, теперь ты достиг того порога, когда степень его уверенности в себе точно соответствует размеру кажущегося дракона, верно? Так вот, они чувствуют, что есть место, где их страх проявится, и они скажут, что это достаточно близко. Это похоже на то, что ты стоишь на краю пропасти. Ты стоишь на краю пропасти. Так что теперь мы будем танцевать на краю пропасти. Мы подвинем твою ногу вперед. Хорошо, так что давай подвинем ногу вперед. Хорошо. Происходит что-нибудь негативное? Ну что же, я немного нервничаю. Ладно, давай просто постоим здесь немного. Не спускай глаз с лифта. Не прячься, потому что ты можешь избежать этого просто не глядя. И мы делаем это постоянно. Мы отворачиваемся, и чем больше дракон, тем больше вероятность, что мы отвернемся. Ты же знаешь, люди этого не делают, им не нравится смотреть на него. И ты можешь понять почему. Люди будут отводить глаза от жестокости, не так ли? И они, конечно же, будут отводить глаза от мысли, что они могли бы участвовать в жестокости. И ты мог бы думать об этом как о сердце тьмы. Это не потому, что ты мог бы смотреть на тот факт, что ты мог бы радоваться совершению злодеяний. И никто не хочет на это смотреть. Ну что же, ты начинаешь, и тебе приходится смотреть на это. Ты должен смотреть на это в конечном счете. Но знаешь, делая шаг за шагом, ты можешь справиться с любой проблемой, буквально с любой проблемой. Разберись в этом, разберись в этом, разберись в этом. Публичные выступления — это то, что нужно. Все, что угодно. Я иду в спортзал. Все, что угодно, только маленькая доза, понимаешь, маленькая доза. И это так весело, делать это с людьми. Это то же самое, что ты делаешь, когда подбадриваешь своего маленького ребенка. И это основной источник удовлетворения для людей — ставить кого-то на грани, подбадривать его. И именно так вы поступаете как клиницист. Так что мне нравилось быть клиницистом, потому что, знаете, люди говорят, «Ну как ты можешь?» Ну, знаешь как? Как это сделать? Вы терпимо относитесь к тому, чтобы выслушивать проблемы людей. Ну, во-первых, это не твои проблемы. Ты должен понимать, что если это твои проблемы, то ты крадешь у них проблемы этого человека, понимаешь, потому что ты мог бы прийти ко мне. Особенно люди, которые, знаешь ли, очень неискушенные, они могут прийти и поговорить с кем-то, например, с опытным клиницистом, с кем-то, кто может помочь, чьи знания значительно превосходят их собственные, и этот человек может просто дать им совет. Но потом они начинают действовать в соответствии с этим советом, и тогда это уже не их дело. Они должны прийти к этому сами. Это подводит меня к мысли о том, что нужно стараться помогать людям в своей жизни, потому что у каждого из нас в жизни есть люди, которые так или иначе испытывают трудности, и мы инстинктивно реагируем на это. Иди туда и сделай это. Реши проблему. У меня проблема. Это проблема, с которой часто сталкиваются мужчины, когда имеют дело с женщинами. Они сразу переходят к этапу решения проблемы. И они также используют некоторые способы, чтобы избежать этого. И именно это раздражает женщин, потому что именно этого хотят женщины, и они даже не подозревают об этом, но именно этого хотят женщины. Женщины более чувствительны к угрозам, чем мужчины. Хорошо, значит, они ищут хищников. Так вот, обнаружение хищников — это интуиция. Тревога — это интуиция. Что-то не так. Все в порядке. Что именно? Ну что же, тогда ты догадываешься, верно? Так вот, представь, что система оповещения вроде как что-то видит, но это ощущение, что что-то не так. Но это не полностью раскрывает картину, потому что змеи замаскированы, не так ли? Так что угроза скрыта. Ну что же, чего хочет женщина, так это рассказать обо всех вещах, которые могут быть неправильными. Хорошо, хорошо, но парень этого не хочет, потому что, во-первых, вы знаете, может быть ваша жена расстроена из-за чего-то в отношениях с вашими детьми, и она не знает, что именно. Так что теперь ей придется пройти через все, что, по ее мнению, может быть неправильным. Ну что же, даже если ты будешь слушать, это будет нелегко, потому что некоторые из этих вещей будут касаться тебя. Так что тебе просто нужно заткнуться и позволить ей выложить свои карты на стол, понимая, что теперь она должна делать это добросовестно, ведь так? Она не может воспользоваться этой возможностью, чтобы проткнуть тебя насквозь. И поэтому с такими вещами сложно справиться, но тебе стоит послушать, как она выложит все карты на стол. Преимущество этого в том, что теперь ты знаешь, где спрятаны все змеи. Если ты это сделаешь, то обнаружишь, что большинство вещей, о которых она беспокоится, на самом деле ее не волнуют. Она не узнает об этом, пока не разложит их на столе и не сможет их увидеть. И тогда вы оба сможете определить реальную проблему, а затем договориться о ее решении и предложить помощь. Но если вы сразу же начнете помогать, причина, по которой вы не можете этого сделать, заключается в том, что вы, вероятно, неправильно понимаете проблему. Так что вернемся к вашему вопросу о помощи. Одна из самых эффективных вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь людям, это слушать. И существуют технологии, позволяющие слушать. И поэтому первое правило, не предполагайте, что ни вы, ни собеседник, знаете, в чем проблема. Это так сложно. Как только вы определите проблему, вы решите ее примерно на 95%. Дело в том, что провести диагностику действительно сложно. Мы уверены, что решаем самую важную проблему. Ты должен сфокусировать свой взгляд прямо на центральной точке креста, верно? Как на оружейной площадке. Это похоже на то, целимся ли мы в правильную цель. А затем вы можете начать переговоры о решении проблемы. Так оно и есть. Но вы можете набраться терпения для этого, как только поймете, что первоначальный акт слушания сам по себе является наиболее полезным из того, что вы можете сделать. Просто послушай. А как же тогда ты слушаешь? Хорошо, так что если я буду слушать тебя, будут моменты, когда то, что ты говоришь, не будет иметь смысла. И тогда я просто скажу, ну что же, ты говоришь это сейчас, но ты говорил это пять минут назад. И если ты будешь внимательно слушать, то сможешь научиться отслеживать разговоры на протяжении очень долгого промежутка времени. И это довольно забавно. Ты сказал вот это, но потом ты сказал вот это, и им это не нравится, они кажутся мне противоречивыми. Ты не обвиняешь человека. Ты говоришь, что я вижу несоответствие в том, как ты формулируешь проблему. И они немного удивятся, а затем попытаются это исправить. Они проверят тебя, не оскорбляешь ли ты их, или не пытаешься ли сыграть в игру морального превосходства. Но если это просто честный вопрос, то на самом деле ты помогаешь им составить описание ситуации, которая не содержит внутренних противоречий. Хорошо, так вот, и великие подкастеры делают это. Если ты видишь это у Рогана, то понимаешь, что Роган только и делает, что задает глупые вопросы. И то, как он это делает, это смиренно советуется со своим собственным невежеством. Роган слушает. Он думает, я тупой болван, и я этого не понимаю. Что ты имеешь в виду? И это смело, потому что он демонстрирует свое невежество, но это честно, потому что он не понимает. Но это также объединяет его с аудиторией, потому что, особенно с кем-то вроде Рогана, вероятность того, что Роган не поймет сути разговора. На данный момент составляет 95%. Его аудитория не понимает, что это примерно на 100%. Важность умения слушать невозможно переоценить. Слушай внимательно, задавай вопросы, пока не поймешь. Поступая так, ты также помогаешь собеседнику прояснить ситуацию. Это так трудно сделать. И я думаю, что нам нужно просто остановиться на этом этапе. Потому что, как ты сказал, именно в этом заключается 95% сложности. Это так сложно сделать в отношениях на работе. Около года назад я буквально сидел за этим столом со своей коллегой, и она рассказывала мне, что работает в одной из моих компаний. Она говорила мне, что несчастлива в своей роли. И я помню, как я сидел здесь. И она приводила мне кучу причин, почему это так. А я все задавал и задавал вопросы. И всего через 30 минут после того, как она задала эти вопросы, она решила, что на самом деле все, что она только что сказала, не было проблемой. А затем это вернулось гораздо более фундаментальному вопросу о смысле ее работы. Ну ладно, это очень важно. Это очень важно. Юнг называл это обходным маневром. Хорошо. А теперь представь, что система оповещения сработала, верно? Это говорит о том, что что-то не так, что-то не так. Но это просто первобытный инстинкт хищника. Инстинкт обнаружения хищника. Вот что срабатывает. Разрешение не очень высокое. Начнем с того, что он не способен к концептуальной формулировке с высоким разрешением. Что-то здесь не так, что-то не так, что-то не так. Ладно, что именно. Может быть это, 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 может быть это. Хорошо, теперь то, что происходит, это круг и спираль, может быть верно? И по мере того, как ты их раскладываешь, ты по спирали приближаешься к сути вопроса. Но ты должен видеть, потому что ты можешь представить, что пока эта женщина объясняет тебе свои проблемы. Она говорит о вещах, касающихся компании, и ее отношения с ней, которые могут тебя тревожить. Значит, ты сидишь и думаешь, пока она рассказывает о своих проблемах, может быть, ты просто защищаешься. Ну что же, это неправда. Компания намного лучше, чем это. Это несправедливое обвинение. Значит, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. К тому же тебе хочется предложить свое решение, потому что ты хочешь показать, что ты больше, чем та проблема, о которой она говорит. Или, может быть, она тебе втайне нравится, и ты хочешь быть белым рыцарем. Я имею в виду, что может быть 50 разных вещей. Ты сидишь здесь и думаешь о том, что скажешь дальше. Потому что хочешь поиграть в доминирование, или, может быть, ты думаешь, что именно это тебе следует сделать, потому что ты-то босс. И это похоже на то, что есть много вещей, которые мешают слушать. Но для того, чтобы ты научился, ты говоришь, просто заткнись и задавай глупые вопросы до тех пор, пока человек, которого ты слушаешь, действительно не определит проблему. А теперь, если тебе очень повезет, вы оба придете к единому мнению, и все станет ясно. Подумай, о, ты сам указал на это. Вот в чем на самом деле дело. Теперь человек, возможно, тоже осознает, что ему сопротивлялись, когда он пришел к такому выводу. Они, знаете ли, поскольку фундаментальная угроза является более важной для их самооценки, чем они сами, для их представления о себе, затем позволили им чувствовать себя комфортно. Прежде чем они дойдут до сути, которая именно там они будут наиболее уязвимы, они будут высказывать кучу опасений по поводу экрана. Просто чтобы посмотреть, можно ли вам доверить что-то, что выявит их уязвимость. И они делают это даже с самими собой. Это похоже на вопрос, осмелюсь ли я рассказать правду об этой ситуации, потому что я уже предавал себя раньше, так что может быть и нет. Ты совершенно прав. Они проверяют тебя на пути к истине, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. Да. И они тоже проверяют себя. И ты это знаешь, и ты можешь этому способствовать. Видишь ли, если ты будешь спокойно слушать, то ты смоделируешь тот факт, что какая бы проблема, черт возьми, у них не была, она не настолько ужасна, чтобы тебе нужно было избегать ее и убегать прочь. Да. Ты прав. Ты прав. Это так интересно, что на самом деле выяснилось, потому что один человек, который работает в одной из моих маркетинговых команд, в другой компании, где есть генеральный директор, сказал мне, что именно работа, которую они выполняли, вызывала у них беспокойство, и именно по этой причине они хотели уйти, и так далее. Примерно через 30 минут я задал им вопрос, когда вы были наиболее счастливы в своем бизнесе? Они рассказали мне, что больше всего они были счастливы, когда были со мной за границей в самом начале. И что действительно открыло их суть, так это то, что близость ко мне и истинный смысл их работы изменились. И теперь им казалось, что они занимаются тривиальными вещами. Самое счастливое время было, когда они были рядом со мной и занимались самыми важными делами. Ты прав. Так что самые трудные задачи они решали, решая самые трудные задачи. Когда перед ними возникали самые сложные задачи, так что на самом деле решение было совсем не таким, как они думали. Решение было именно таким. А потом они действительно написали мне смс, и вчера вечером я отправил сообщение одному из членов моей команды, в котором говорилось, я просто не хочу этого делать, я хочу сохранить свою личность. Вот так. Да. Давай представим, что они были со мной в Канаде. Они написали мне смс, когда были особенно счастливы. Вчера вечером они написали мне, что я снова чувствую себя канадской Дженни. Ты прав. И все изменения, которые нужно было внести, были направлены на то, чтобы вернуть их к более серьезным задачам. Ты прав. Так что, как оказалось, они хотели быть ближе к линии фронта. Когда Фрейд первый разрабатывал психотерапию, он разработал эту технику свободных ассоциаций. Хорошо, и так, все свободные ассоциации — это то, чем занимается Фрейд. Вот почему люди сажают людей на диван и садятся позади них. Посмотри, стою ли я с тобой лицом к лицу, и обозначаю проблемное пространство, именно то, о чем ты сигнализируешь мне своим выражением вашего лица. Может помешать мне полностью раскрыть правду, потому что, возможно, вы приподнимете бровь, или на вашем лице появится мимолетное выражение отвращения или презрения. Или вы отведете взгляд, или потому что я собираюсь оценить вас, чтобы увидеть, как вы морально реагируете на мои откровения. Так значит, Фрейд только что сам себя ударил. Он сказал, я не думаю, что это строго необходимо, но это очень мудрая интуиция, и вы можете себе представить, как это было бы полезно. Так что теперь я думаю, что противовес этому заключается в том, что вы можете подать сигнал кому-то, с кем вы разговариваете. Например, открыто принять сообщения, которые они вам передают. Ты ведь получаешь информацию, верно? Это просто так, и детям это нравится, не так ли? Одна из вещей, которую дети постоянно делают, это проверяют, обращаешь ли ты на них внимание. И они будут изменять свое поведение любым мысливым способом, чтобы привлечь к себе внимание. Это потому, что между вниманием и любовью нет никакой разницы, между прочим, как будто между ними вообще нет никакой разницы. И поэтому я не думаю, что тебе нужно прятаться от своего клиента, но именно поэтому Фрейд так поступил. Вот что заметил Фрейд и заметили психоаналитики. Если позволить людям свободно общаться, выбранные ими темы будут связаны друг с другом. Это напомнило мне вот о чем. Это напомнило мне вот о чем. Это напомнило мне вот о чем. Так вот, очевидно, что поскольку люди издают не просто случайные звуки, то есть причина, по которой то, что они обнаруживают, взаимосвязано. Есть некое скрытое сходство, к которому они стремятся. Так вот, часто возникает вопрос, что произойдет, если вы послушаете, например, свою жену, которая излагает кучу проблем, и все пойдет по спирали. Это напомнит ей о чем-то. Это случилось с Фрейдом. Если бы вы вникли в суть этого, это напомнило бы людям о чем-то, что это случалось с ними гораздо раньше в их жизни, и часто было чем-то травмирующе. Таким образом, травма — это проблема, с которой вы сталкиваетесь в своей жизни, довольно глубокая, так что она выбивает вас из колеи, и которую вы не решаете. Представьте, что в вашей спальне есть дыры, через которые вы можете попасть в беду. Итак, вы хотите составить карту расположения всех этих дыр, чтобы вы могли передвигаться по местности, не падая в яму. Сейчас было бы лучше, если бы вы просто заделали дыры, но по крайней мере у вас есть карта местности. Ну что же, травма есть травма, это дыра, которая не была заделана. И поэтому, возможно, если у тебя была травма, когда тебе было 4 года, ты уперся в стену и не смог справиться с травмой. Это ничем не отличается от того, что ты не созрел по отношению к этой проблеме. Итак, то, что у тебя есть под рукой, это единственные инструменты, которые ты разработал к тому времени, когда был нужен. Сейчас ты можешь столкнуться с ситуацией, напоминающей ту. Например, кто-то может сказать, «У меня возникли проблемы с моим начальником». «У меня постоянно возникают проблемы с моим начальником». И вот ты слушаешь, и он говорит, что это в точности напоминает мне о том, что сделал мой отец, когда я, ну, знаешь, оказался в такой ситуации, когда я был ребенком. Итак, причина, по которой человек негативно реагирует на своего босса, заключается в том, что они используют одну и ту же концептуальную структуру, которую они используют, чтобы истолковать своего отца, когда они были за. Ты постоянно сталкиваешься с подобным в брачных отношениях. Например, если у тебя постоянно возникают проблемы с партнером, то это то, чего ты действительно не можешь понять. Возможно, проблема в твоей фиксации на каком-то этапе развития. Похоже, она взаимодействует с тобой таким образом, что постоянно напоминает тебя 13-летнего. Но, возможно, она также реагирует на тебя так, что напоминает себя 13-летнего. И так далее, но если ты ее послушаешь, она сама доберется до этого, а потом расскажет тебе свою историю. И тогда иногда она сама сможет понять, что с этим делать, а иногда тебе придется это обсудить, но это почти всегда приводит к слезам. Почти всегда. И я думаю, что причина этого в том, что люди думают, что это происходит, когда они не выдерживают и заливаются слезами. Так что дети плачут довольно часто, и они плачут, когда сталкиваются с препятствием, которое они могут преодолеть. И я думаю, что слезы приводят вас к состоянию неврологической пластичности, характерному для раннего детства, так что вы можете учиться. Людям это не нравится, верно? Этот возврат к прошлому унизителен, но вы знаете, что вам нужно сломаться. Вот в чем причина плача. Плач — это признак того, что нынешняя концептуальная структура недостаточно. Она должна умереть. И тогда появляются слезы, верно? И вот теперь ты неврологически подготовлен к тому, чтобы научиться чему-то новому. И это будет зависеть от результатов обсуждения. И это заменит ту старую концептуальную структуру, которая устарела и незрела, новой несколько хрупкой концептуальной структурой, верно? А затем человек попробует это сделать пару раз. Может быть, как и у тебя, у тебя есть что-то такое, что только что вылупилось из кокона. Ты должен быть очень осторожен, когда ведешь переговоры со своим партнером, потому что знаешь, может быть он решит попробовать новую тактику, с которой вы оба согласились вперед. Но первые 30 раз, когда он применяет эту новую тактику, во-первых, у него это не очень хорошо получается, потому что это что-то новенькое. А во-вторых, если ты накажешь его, это сразу же убьет его. Да, так что ты очень точно описываешь мои отношения, потому что я тот, кто находится в центре событий. Так каков же мой стиль привязанности? Я вырос в семье, где мои родители очень часто ругались друг с другом. Это были сплошные ссоры, так что я очень рано понял, что отношения похожи на тюрьму. Ты прав. Вот я и захотел этого. Обязательства — это то, от чего я убегал всю свою жизнь. Я встретил женщину, у которой был противоположный стиль привязанности. Когда что-то становится немного не так, она в некотором смысле хочет за что-то зацепиться. Похоже, она действительно хочет быть уверенной, что привлекла мое внимание. Да. Например, я мог бы прийти домой и сказать одно слово, которое показало бы, что я сосредоточен на своей работе. И вдруг она начинает бороться за мое внимание. От этого мне хочется убежать, а ей хочется погнаться за мной. Правильно, правильно. И так далее, а потом она, ну ты понимаешь, она начнет раздражаться, а потом как бы отступит и будет. Это цитата без кавычек, как часто используется слово дуться. Да. Так что мы придумали систему, в которой я сказал ей, когда ты чувствуешь, что тебя что-то раздражает, из-за того, что я не уделяю тебе того внимания, которого ты хочешь, и ты в конечном итоге выходишь из себя. Не могла бы ты просто попытаться рассказать мне об этом как можно скорее? Да. А не как в случае с семичасовым молчанием. Да. Так вот какой механизм мы придумали. И когда она сделала это в первый раз, я, как ты сказал, очень внимательно следил за тем, чтобы не отреагировать на это плохо и не спровоцировать себя на это. Ты прав. Таким образом ты полностью описываешь процесс, через который я прошел. Да, ну что же, такое случается. Это случается с каждым. А эти недовольные лица, скажем так, являются невербальной реакцией на угрозу. Ты прав. Ты прав. И ты хочешь заменить это более дифференцированной, практичной и более непосредственной стратегией, понимаешь и вот знаешь, одна из вещей, которые я видел, например. Что касается моей жены, то периоды времени, когда она расстраивается, сокращаются, сокращаются, сокращаются и сокращаются. Потому что она может перейти от проблемы к вербализуемому изложению проблемы и пути ее решения намного быстрее. Но это требует только постоянной практики и постоянного внимания. Это похоже на то, как будто я расстроен. Ну ладно, так из-за чего же я расстроен? Вот куча вещей, из-за которых я мог бы расстроиться. Все в порядке. Какие из них являются главными? Это то, чему ты можешь научиться, но ты должен признать, что ты расстроен. И ты также должен понимать, что сам не знаешь почему. Потому что одна из вещей, которая может произойти в браке при любых близких отношениях, при любых взаимоотношениях, это что-то вроде, ну если мы с тобой поговорим и попадем в яму, то я бы предпочел, чтобы это было, это твоя вина, верно? Потому что тогда тебе придется принять концептуальную структуру и позволить ей умереть, и тебе придется поплакать, и тебе нужно чему-то научиться, и это ты сам. И это признак того, что ты недостаточен. Мне будет гораздо удобнее, если это будешь ты. К тому же у меня появляется чувство морального превосходства, мне кажется, что я держу себя под контролем, и что я, знаешь ли, овладел вселенной. А еще женщины в некотором смысле тоже хотят этого от мужчин, потому что они хотят, чтобы мужчины были компетентными. И поэтому мужчины будут притворяться более компетентными, чем они есть на самом деле. Это похоже на то, что ты хочешь выяснить, в чем проблема, потому что тогда ты сможешь ее решить. И одна из вещей, которую ты должен учитывать, заключается в том, что проблема — это ты сам. Может быть, это и не так, но, возможно, так оно и есть. Сейчас ты мог бы сказать, ну, а почему ты должен подвергаться катастрофическому откровению о том, что проблема — это ты? И ответ заключается в том, что ты мог бы перестать быть проблемой, как будто это и есть выигрыш, потому что ты мог бы сказать, ну и зачем заботиться о своей жене? Зачем ссориться? И ответ будет таким, чтобы тебе больше не пришлось ссориться. Видишь ли, я знаю это, так что я очень приятный человек. Я не люблю конфликтов. Я готов сделать почти все, чтобы не замалчивать это. В том-то и дело, что нужно это исправить. Но причина, по которой я ввязываюсь в конфликт, заключается в том, что я знаю, что это не теория. Я знаю, что отсроченный конфликт — это умноженный конфликт. И поэтому, если у меня действительно есть с кем-то проблема, я хочу обратить на нее внимание, обсудить ее и бороться с ней до конца. Но исправь это и двигайся дальше. И это, знаешь ли, приводит к большому эмоциональному стрессу и сложному переосмыслению и переоснащению. И люди предпочли бы избежать этого, потому что, знаешь ли, ты приходишь домой с работы, и твои мысли заняты чем-то, чем бы это, черт возьми, ни было. А потом появляется что-то похожее на змею, и ты думаешь, неужели нам действительно нужно разбираться с этим сейчас. Это что-то вроде «ну, может быть». А если не сейчас, то когда? И это то, о чем ты тоже можешь договориться. Знаешь, например, я могу привести тебе пример этого. Так вот, было время, очень долгое время, когда моя дочь была безумно больна, жестоко страдала, и в то же время ее состояние ухудшалось. И это, шеломляет по определению, потому что проблема, которую ты не можешь решить, является непреодолимой. И тогда возникает вопрос, ну а как ты справляешься с этой непреодолимой проблемой, которую ты не можешь решить, не усугубляя ее? Так вот, одно из вещей, которое мы с Тэмми сделали, было то, что мы установили правило. Это похоже на то, что мы не говорили о Микаэле после восьми часов вечера. Это просто не обсуждалось, потому что мы знали, ну что, ты собираешься идти спать? Тебе нужно немного поспать сегодня вечером? Если мы собираемся бороться с этим десятилетиями, нам лучше не переутомляться. Хорошо, а как этого не делать? Ну что же, давай установим несколько правил. Они похожи на правила ведения переговоров. И ты можешь это сделать. Это хороший совет в той мере, в какой ты можешь давать людям советы по поводу отношений. Вот что нужно знать о вашем браке. Хорошо, тебе придется слушать свою жену 90 минут в неделю. Хорошо. С таким же успехом ты мог бы просто вбить это себе в голову. А теперь объясни почему. Если ты будешь слушать ее достаточно внимательно, то сможешь помириться и играть. В этом есть огромная польза. Если ты не будешь ее слушать, это накопится, и ты будешь слушать ее в суде по бракоразводным процессам. Похоже, что в конце концов ты прислушаешься к ней. И в какой-то момент ты заплатишь за эту привилегию, верно? Потому что в этом будут участвовать и другие люди. И тогда количество невыполненных работ будет настолько велико, что тебе, возможно, никогда не удастся от них избавиться. Почему мужчины не любят слушать? Ну, знаешь, часто это происходит потому, что им указывают на недостатки, а иногда, особенно если, скажем, женщина, и это может быть обоюдно, давайте будем уверены в этом. Но с таким же успехом мы могли бы отказаться от стереотипов, вернуться к ним. И я думаю, что это справедливо, потому что женщины более чувствительны к угрозам. Поэтому они с большей вероятностью поднимут вопрос о проблемах. Вот в чем недостаток. Они поднимают вопрос о проблемах, которых не существует, потому что это ложноположительный результат. Но преимущество в том, что они поднимают проблему до того, как ты станешь достаточно чувствительным, чтобы заметить ее. И это очень важно, если задуматься о роли женщины. Женщина ближе к ребенку, чем ты. Все в порядке. Так что ты, черт возьми, делаешь то, что делаешь. Ты концентрируешься на своей карьере. Ты же знаешь, что это не так, особенно когда ребенку меньше года, ты уже на шаг впереди, и все хорошо, ты можешь иметь дело с внешним миром. Но она сосредоточена на маленьких детях. И одна из вещей, которую ты хотел бы услышать от нее, это то, что черт возьми не так с детьми, прежде чем ты станешь достаточно мудрым, чтобы понять это. Цена, которую ты за это платишь, заключается в том, что она, возможно, говорит о вещах, которых не существует. Так что знаешь, это особенно верно, если у твоей жены высокий уровень евротизма, и это может быть правдой, если у мужа тоже. Но, как я уже сказал, это более стереотипная ситуация. Так зачем же слушать? Нужно уловить сигнал. А теперь сможет ли она уловить сигнал? Да, хотя, возможно, у нее это не очень хорошо получается, и для этого может потребоваться много времени. Но если ты будешь слушать достаточно долго, у нее это будет получаться все лучше и лучше, пока она не станет по-настоящему хороша в этом. И тогда промежуток времени между возникновением проблемы и ее решением просто сократится до такой степени, что это произойдет практически мгновенно. Теперь это может занять очень много времени. Это очень высокий уровень мастерства, который может занять очень много времени. Но тогда, знаешь, ты также хочешь донести до своей жены и до самого себя мысль о том, что ты лучше, чем есть на самом деле, а это значит, что я могу, хорошо, я понимаю проблему, я могу решить эту проблему. Это звучит так? Нет, ты, наверное, не понимаешь, в чем проблема. И даже если бы ты понял, это не обязательно тот случай, когда ты смог бы ее решить. И поэтому тебе придется смириться с тем фактом, что тебя придется вывалить в грязи, потому что она укажет на то, что, возможно, ее ребенок расстроен из-за того, что ты тиран. И, вероятно, ты и есть тиран в какой-то степени, но, знаешь, ты топчешься на месте, слишком самоуверен и все такое. И поэтому она собирается ткнуть тебя пальцем. Ну что же, может быть, именно поэтому ты такой глупый. А может быть, именно поэтому ты такой глупый. И, возможно, именно поэтому у тебя длинный список потенциальных и реальных способов, которыми ты мог бы быть глупой, так что тебе придется к этому прислушаться. Теперь твоя жена должна действовать добросовестно. Ты знаешь одна из вещей, которые мы с Тэмми сделали, когда поженились в первый раз. Потому что я много думал об этом, прежде чем мы поженились, я сказал, послушай, знаешь, если мы собираемся это сделать, ты должен сказать мне правду. Мне пока все равно, что это будет. Я скажу тебе правду, но ты должен сказать мне правду. Мне все равно, в чем заключается правда, но это должно быть правдой. Верно? Так вот, без этого ты ничего не добьешься. И своему партнеру тоже нельзя доверять. И поэтому твой партнер должен быть готов на все. Вот почему у тебя есть брачный обед. Потому что брачный обед, по сути, заключается в следующем. Это и есть обед. Что бы ты мне ни сказал, я не убегу. И это чертовски трудная клятва, чувак. Потому что, когда кто-то раскрывает все свое сердце, он раскрывает себя до самого ада. Это неприятно. Это ужасно. И поэтому им нужно знать, что ты не убежишь. И это клятва, потому что что ты знаешь? Послушай, этот человек всегда будет думать. Если бы ты действительно знал, кто я такой, ты бы меня не любил. Ты бы не был со мной. И ты знаешь, и это вполне справедливо, потому что в людях полно змей. И если бы все эти змеи были обнаружены, возможно, логичнее всего было бы убежать, именно убежать. И тогда ты, возможно, не смог бы. Ты мог бы сказать, ну, а почему бы и не убежать? Это похоже на то, что ты хочешь убегать от всех до конца своей жизни. Ты хочешь отказаться от преимуществ постоянных отношений. И в тебе тоже полно змей. Так что вы оба делаете неверный выбор. И поэтому вы делаете неверный выбор, основываясь на идее, что если вы будете верны и правдивы, то сможете решить все проблемы, и вы это сделаете. Это выгодная сделка. Мы решаем проблемы. Многое из того, о чем ты говорил, восходит к детским травмам и событиям, которые происходят в период нашего становления. Я часто задаюсь вопросом, а те дыры в полуспальне, которые ты описываешь, это ранние травмы? Кстати, они часто находятся на полуспальни. Да. Можешь не сомневаться. Сможем ли мы когда-нибудь заполнить их или просто накроем деревянными досками? О, нет, нет, нет. Ты не можешь наклеить на них деревянные доски. Ты должен их заполнить. И что же ты делаешь? Ой, ты можешь сделать вот это. Знаешь, давай представим, что над тобой постоянно издевались, когда ты был ребенком. Хорошо, возможно, над тобой до сих пор издеваются. Потому что если бы ты этого не делал, то быть жертвой хулиганов – это устойчивая черта характера. Итак, отличный анализ поведения хулиганов, который был проведен, был проведен Данамалвесом в Швеции, который является отличным психологом. Он проанализировал поведение хулиганов и поведение жертвы хулиганов. Так что он дал очень точное определение травли. Ты хулиган, если непропорционально используешь свою власть. Так вот, если мне 12 лет, и я задираю кого-то своего роста, то я не хулиган, верно? Потому что риск для меня соизмерим с риском для них. Это просто агрессия. Это просто соревнование. И даже если это насилие, это не травля. Хулиган – это когда мне 12, а тебе 8, или когда нас двое в одном из вас, или когда я ставлю тебя в положение, когда ты совершенно уязвим и не можешь защищаться сам. Это же непропорциональное применение силы, не так ли? Жертва хулигана – это тот, на кого хулиганы обратят внимание. Представь, что хулиган заходит в комнату, полную детей. Он будет тыкать пальцем во всех детей, и один из них проявит непропорциональную эмоциональную реакцию. Ну что же тогда получается, что он просто сосредотачивается на этом? И часто это дети с более высоким уровнем невротизма или хрупкие по другим причинам. И тогда это может стать постоянным. И у хулиганов, и у их жертв, в долгосрочной перспективе наблюдается негативная траектория развития. Хулиганы, как правило, становятся преступниками и отчужденными в этом плане, особенно по мере поступления в старшую школу. А жертвы хулиганов, как правило, впадают в депрессию и тревожность и становятся зависимыми. Если у тебя есть партнер, который, например, был жертвой хулигана, это обязательно отразится на вашем браке. И тогда одна из вещей, которая будет происходить, заключается в том, что каждый раз, когда ты пытаешься затеять спор, то есть по-настоящему подумать и решить проблему, они начинают это делать. Мы собираемся познакомить вас с шаблоном хулигана. Они будут обращаться с тобой, как с хулиганом. Они обвинят тебя в том, что ты хулиган. Они вспомнят все предыдущие случаи, когда ты вел себя как хулиган, и тогда тебе придется защищаться. И одна из причин, по которой люди не могут тебя слушать, заключается в том, что они также не знают, как защитить себя. Это похоже на то, что особенно если ты хулиган, вот 15 доказательств того, что ты хулиган. Это похоже на то, что ты можешь им противостоять? Может быть. А что, если ты не очень четко выражаешь свои мысли? Знаешь, тебе может потребоваться две недели, чтобы придумать, как отговорить себя от этого. К тому же ты будешь сомневаться по этому поводу, так что это очень сложные вещи, с которыми нужно разобраться, но ты можешь выслушать. Если ты прислушаешься, человек сам снимет некоторые из своих обвинений. Обвинения, без которых нельзя обойтись, теперь становятся вопросами. Знаешь, может быть твой ребенок расстроен, когда он или она общается с тобой, а твоя жена говорит, ну ты слишком строг к ним. Это что-то вроде, ну не так ли? Ну что же, тебе пора уехать куда-нибудь примерно на неделю и помедитировать на этом все. Не так ли? Это и есть поиск души, не так ли? Ты собираешься заглянуть в самую глубину своего сердца и спросить, ну что ты хулиган? Ты такой же хулиган, каким был твой отец? Знаешь, ты такой же хулиган, как и твой друг, который был негодяем, которым ты восхищался и пытался подражать? Знаешь, ты должен понять, потому что возможно так оно и есть. Может быть тебе стоит остановиться, но тогда тебе также нужно понять, каким бы ты был, если бы не был хулиганом. Тогда твоя жена сможет помочь тебе, и это еще одно хорошее правило для разрешения конфликтов в паре. Давай представим, что я недоволен тобой. Так вот, я прихожу и говорю тебе об этом. Ты можешь спросить меня, хорошо, чего ты хочешь? Если бы я мог дать тебе то, что ты хочешь, чтобы это было? Ну, я не знаю. Это все равно, что сказать. Нет, извини. Я не могу попасть в цель. Ты не будешь уточнять. Давай хотя бы обсудим это. У нас здесь должна быть цель. И вот еще что, если ты сотрудник, ты должен это знать. Если ты сотрудник, ты идешь к своему боссу с проблемой. Почему ты тоже идешь с решением? Знаешь, если ты относишься к тому типу сотрудников, которые приходят к своему боссу с решением, то ты поднимешься по служебной лестнице. Если ты работаешь в наполовину при личном бизнесе, ты поднимешься по служебной лестнице так быстро, что сам не поверишь. Потому что у тебя появится репутация как человек, который может решить эту проблему. Так вот, ты знаешь, и ты действительно можешь поиграть с этим в своем браке, потому что одна из вещей, которую ты можешь сделать, например, это сказать что-то, что разозлило твою жену, все в порядке. И тогда ты сможешь сказать «хорошо», а она ответит «ну, это меня действительно обеспокоило», это что-то вроде «хорошо». Это открытый вопрос. Почему? Может быть, она слишком чувствительна, а может быть, ты слишком большой сукин сын. Кто знает, правда? Но ты можешь спросить ее «хорошо, если бы я сказал то, что ты хотел, чтобы я сказал в той ситуации, что бы я сказал». Вот это сложный вопрос. Она сама спросила «подумай об этом, это что-то вроде «ну, а что бы сработало?» И тогда она скажет «знаешь, ну, может быть, ты мог бы сказать вот это». И тогда ты можешь сказать «хорошо, позволь мне сказать это». А теперь она попросила, и это звучит как «дай мне сказать это». Это будет как-то фальшиво. Это будет приближение к первому проходу. Ты вкладываешь слова в мои уста. Но давай предположим, что я пытаюсь сделать что-то лучше, глупо и плохо для начала, ну, знаешь, с прицелом на то, чтобы освоить это за 50 повторений. Так и есть, но я начну с того, что просто скажу это. Так что она скажет тебе, что сказать, и ты сможешь это сказать. Так вот, если ты на 100% не хочешь говорить об этом, потому что считаешь, что это противоречит твоей совести, то это совсем другой вопрос. Это означает, что нужно провести более глубокую дискуссию. Но может быть ты мог бы попробовать? Знаешь, ты мог бы попробовать это на размер, и возможно она смогла бы понять, удовлетворило ли ее это. А теперь у тебя есть рубрика о том, как это взаимодействие может развиваться в будущем. Давай конкретизируем это. Ты приходишь домой в конце рабочего дня. Все в порядке. Должен быть какой-то правильный способ сделать это, договориться со своей женой. Знаешь, может быть она бросится к двери и встретит тебя со всеми проблемами дня. Ладно, возможно это не самая лучшая стратегия. Знаешь, раз ты уже на ногах, значит ты устал. Она скорее всего тоже устала, чем бы она ни занималась. Может быть она тоже была на работе. Вы не можете встречаться друг с другом, когда вы оба устаете каждый божий день до конца своей жизни, и у вас нет ничего кроме клубка проблем. Отчасти потому, что если вы сделаете это 50 раз, вы будете воспринимать человека просто как стаю змей, которые надвигаются на вас. Это нехорошо. Даже если проблемы, на которые вам указывают, реальны, вы можете подумать, хорошо, так что приходите. Домой после работы. Что было бы лучшим способом для того, чтобы это произошло? И тебе придется обговорить это. И я бы сказал, что мы, ну знаешь, давай немного изменим параметры. Ты, наверное, проголодался. Ну ты же не хочешь ни с кем разговаривать. Это еще одно замечательное правило. Не разговаривай со своим партнером о чем-то сложном, когда он голоден. Из этого ничего не выйдет. Так что может быть ты придешь домой, поешь чего-нибудь и сбросишь обувь. Может быть ты уделишь 10 минут себе, а потом сможешь поговорить. Но ты должен сделать все правильно. Или может быть ты приходишь домой, вы встречаете друг друга у двери, она обнимает тебя, вы что-нибудь едите, вы расслабляетесь на минутку. Может быть тебе стоит принять душ, но ведь вы уже договорились о том, когда у вас будет разговор, и вы должны быть к нему готовы. Так вот, в бизнесе люди поступают именно так. Нельзя просто так обсуждать кучу проблем в своем бизнесе, если он работает достаточно хорошо. Если у тебя назначена встреча, то она расписана по параметрам. У тебя вроде как есть повестка дня. Ты должен сделать это дома. Твой дом это тоже маленький бизнес, и им нужно управлять именно так. И ты должен проводить 90 минут, по крайней мере 90 минут в неделю со своей женой, просто управляя этим чертовым бизнесом. И я могу сказать тебе, что если ты этого не сделаешь, то никогда не попадешь на спектакль. Потому что, возможно, у вас возникнет романтический интерес друг к другу, и вы захотите провести некоторое время вместе, но назревает куча проблем, и твой жена обязательно сделает это. И это обязательно произойдет, когда вы попытаетесь проявить интерес друг к другу, эти вещи придут ей на ум и отвлекут ее, и она заговорит о них. А потом ты разозлишься, потому что это как бы говорит о том, что в данный момент мы должны веселиться. Мы должны заботиться друг о друге. Почему ты заговорил об этом? Ответ таков, пока мы вместе, у нас есть проблемы, и мы не можем выделить время, чтобы разобраться с ними. Причина, по которой тебе следует прислушиваться к своей жене, заключается в том, что если ты будешь слушать ее достаточно внимательно, она скажет тебе, что не так и чего она хочет. И тогда ты сможешь исправить то, что не так, и дать ей то, чего она хочет. В своей практике ты когда-нибудь сталкивался с этими дырами в спальне, с теми детскими травмами, которые, как ты понял, в какой-то момент, когда посмотрел пациентке в глаза, они никогда не могли решить. Да. 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 Это бездонная пропасть. Да. Это ужасно. Да, я попадал в ситуации, когда, знаешь, я думал, что докопаюсь до сути. А потом все стало как у Данте. Так вот, от Данте, для всех, кто читает и слушает, вам стоит прочитать эту книгу. От Данте, это топография ада. Так что под каждой проблемой скрываются слои проблем, вплоть до самого дна. Для Данте самой большой проблемой было предательство, верно? И причина, по которой предательство является самой большой проблемой, заключается в том, что если мы с тобой хотим иметь отношения, мы должны доверять друг другу. А предательство – это нарушение доверия, на котором основаны отношения. Так что это все разрушает. Таким образом, самый нижний уровень ада для Данте был заполнен предателями. И это верно, это сексуальное насилие в детстве. Как будто это величайшее предательство, не так ли? Дело в том, что детский сексуальный маньяк – это тот, кто берет на себя роль опекуна, чтобы стать волком, верно? Это наихудшая форма предательства. И поэтому это просто опустошает детей. И еще потому, что они на самом деле сталкиваются с проблемой недоброжелательности в очень раннем возрасте. А они – какого черта? Это похоже на то, что ты за, и теперь ты видишь дно ада. Ну что же, это и есть травма. И, кстати, единственный способ справиться с этим – показать людям топографию ада. Именно это ты и делаешь. И ты можешь это сделать. Ну что же, давай представим, что с тобой жестоко обращались, когда ты был ребенком. Хорошо, так в чем же твоя проблема? Ну что же, твоя проблема в том, что ты заглянул в самое сердце тьмы. Вот в чем твоя проблема. И это просто разнесло тебя на куски. Неужели люди действительно могут быть такими? Это мой отец? Не так ли? Это мой дядя? Как он мог так поступить? Ну что же это значит, что ты смотришь в лицо самой злобе? Тебе нужно выработать философию добра и зла. По сути, это религиозная философия. Потому что философия добра и зла – это религиозная философия. Это одно и то же. Тебе нужно выработать философию зла, а затем понять, как с этим бороться. И это очень сложно. Как ты борешься со злом? С помощью правды, любви и красоты. Ты должен начать воплощать это в жизнь, понимаешь, или, может быть, все будет еще хуже. Ты травмирован, потому что совершил нечто жестокое, по-настоящему жестокое, и, возможно, тебе это понравилось. У людей это очень распространенный путь к посттравматическому стрессовому расстройству. И это посттравматическое стрессовое расстройство возникает, когда у вас появляется очень большая дыра, которая, знаете ли, зияет достаточно широко, чтобы проглотить практически все, что не было заделано или заклеено бумагой. Для этого нужно найти выход из ада. Именно это и происходит в аду. Вергилий, дух, который ведет Данте через ад, ведет его через ад. Это хороший способ задуматься об этом. Так вот, за каждой проблемой, даже за проблемами, с которыми сталкивается твоя жена, особенно если они повторяются, кроются другие уровни. А в самом низу предательство или что-то в этом роде. Где-то там есть кусочек ада. И так далее. И иногда, знаешь, если ты дойдешь до самого низа и решишь эту проблему, то решишь целую кучу второстепенных проблем. Проблемы. Так вот, есть фильм «Апокалипсис сегодня», в котором рассказывается о путешествии в сердце тьмы. Именно об этом и написана книга Джозефа Конрада. А еще есть документальный фильм «Сердце тьмы», в котором рассказывается о создании апокалипсиса сегодня. И люди, которые снимали «Апокалипсис сегодня», фильм о путешествии в сердце тьмы, это повлияло на них во время съемок фильма. И все люди, которые снимались в фильме, были режиссерами, продюсерами и финансистами, отправились в путешествие в самое сердце тьмы. И это практически убило их. У одного из них случился сердечный приступ. Один из них полностью разорился, как будто у них только что случилась катастрофа, когда они снимали этот фильм. Они попали в его архетипические лапы. Документальный фильм называется «Сердце тьмы». Это завораживает. А ты сам когда-нибудь был в этом путешествии? Да, да, да. Я бы сказал в некотором смысле навсегда. Когда я вернулся в прошлое, когда мне было 20 лет, что-то вроде этого, в 20 лет, я начал изучать жестокость, верно? И поэтому я всегда интересовался Холокостом, в частности Освенцимом, но это очень особый интерес. Например, злобная нацистская Германия, Освенцим, тюремный надзиратель, тюремный надзиратель, которому нравилась его работа, верно? Потому что мой вопрос был в том, как ты мог быть в Освенциме тюремным надзирателем, которому нравилась его работа? Так вот, один из ответов таков, ну что же, ты просто демон с другой планеты, который настолько не похож на меня, что мне даже не нужно беспокоиться об этом. И это очень удобный ответ, но это неправда. Многие, очень многие люди, не все, но многие из тех, кто был причастен к нацистским зверствам, были совершенно обычными людьми. Они были такими же, как ты. И ты думаешь, нет, я бы так не поступил. Похоже, факты говорят совсем не об этом. Факты говорят о том, что подавляющее большинство людей в нацистской Германии были с этим согласны. Так вот, не все из них были втянуты в саму пропасть, но многие были втянуты. И если ты думаешь, что не стал бы одним из них, это просто означает, что скорее всего так оно и было бы, потому что ты понятия не имеешь, на что способен. Об этом есть замечательная книга. Это ужасающая книга под названием «Обычные люди». В ней рассказывается о создании полицейского батальона из Германии, который отправился в Польшу после того, как немцы вторглись в Польшу. Теперь это были обычные люди. Это были полицейские средних лет, которые выросли еще до того, как заработала мельница нацистской пропаганды. Все в порядке. Так что они не были идеализированными нацистами с четырехлетнего возраста. Они просто обычные ребята из среднего класса. К тому же их командир сказал им в Польше, когда они начинали выполнять военную работу, хотя они были гражданскими полицейскими, что они могут вернуться домой. Что им не обязательно это делать. Выполняйте эту работу, и никаких последствий не будет. На самом деле, несколько человек из батальона в самом начале сказали «Я не буду этого делать» и разошлись по домам. Подавляющее большинство из них согласились. Так почему же? Все в порядке. Так вот, сейчас эти полицейские находятся в Польше, и им рассказали историю, которая заключается в том, что Германия находится в состоянии войны. И причина этого в том, что злые евреи организовали ну знаете заговор и объединили западный мир против населения. И они являются пятой колонной внутри страны. И твой патриотический долг искоренить их сейчас, когда мы находимся в Польше, и ты спасаешь отечество, и с этим будет связана грязная работа. И ты действительно хочешь оставить все это своим соотечественникам, понимаешь, своим товарищам, своим парням, потому что, например, если мы с тобой вместе и кто-то, на кого мы работаем, предлагает нам грязную работу, а я говорю «Ну я этого делать не буду». Ну что же, тогда я оставляю это на твое усмотрение. Так что в этом есть своего рода предательство. Так вот, те парни, которые ушли, думали, что мне все равно. Я не буду этого делать, но большинство людей этого не делали. И одна из причин, по которой они этого не сделали, заключается в том, что они были лояльны к своим сверстникам. К концу всего этого, на что ушли месяцы, эти парни выводили обнаженных беременных женщин посреди поля и стреляли им в затылок. Похоже, из-за этого им становилось очень плохо, и они разрывали себя на части внутренне, как больные с больным сердцем. Но я делаю это. И на это ужасно смотреть. Я начал смотреть на это примерно 40 лет назад, и знаешь, это было шокирующе. И что же я обнаружил? Ну что же, я открыл для себя много нового. Я обнаружил, что путь к тоталитарному аду и жестокости вымощен ложью. Как будто ложь — это путь в ад, на самом деле, как практически, так и метафизически. И вот одна из вещей, которую я решил, и это было в 1985 году, заключалась в том, что я не собираюсь лгать. Я собираюсь перестать лгать. Что это значит практически? Ложь разрушает твою жизнь. Разве это не значит, что ты не примешь ложь во спасение? Ты этого не сделаешь. Ну что же, послушай, ложь во спасение скорее хуже, чем лучше, чем черная ложь. Но послушай, если ты действительно говоришь правду, то ты служишь истине на всех уровнях анализа одновременно. Это верно. Так что если мои слова попадут в цель правильно, это будут те слова, которые сработают прямо сейчас, и завтра, и через неделю, и через месяц. И они будут работать на меня, и они будут работать на тебя. Таким образом, правдивое утверждение имеет несколько уровней применимости, а ложь во спасение — это утверждение, которое истинно на одном уровне и ложно на другом. Возможно, сейчас у тебя не получится. Возможно, в данный момент у тебя нет необходимых средств, чтобы придумать утверждение, удовлетворяющее всем условиям истинности, на каждом уровне. И поэтому ты по умолчанию делаешь все, что в твоих силах. Знаешь, твоя жена спрашивает, не выгляжу ли я толстым в этом платье. Ты знаешь, или может быть она спрашивает, как я выгляжу в этом платье. И ты думаешь, что тебе не нравится это платье. И знаешь, самое простое, что можно сделать, это сказать, «Мне это нравится, дорогая, все, что ты захочешь». Или, конечно, нет, но это ложь во спасение. Но это не самый оптимальный ответ. Мне бы хотелось, чтобы лучший ответ был такой, «Не задавай мне подобных вопросов». А потом вы сможете обсудить это. Видишь ли, дело в том, что я купил много одежды для своей жены. Мне нравится покупать одежду для своей жены. И я говорю ей, как, по моему мнению, она выглядит. И преимущество этого в том, что если я говорю ей, что она хорошо выглядит, она понимает, что я говорю серьезно, не так ли? Я не собираюсь мутить воду. И если мне нужно что-то сказать, я имею в виду, что это не похоже на то, сколько раз я ей это говорил. Мне не нравится, как она это преподносит. Как будто это происходит виртуально, этого практически никогда не происходит. На самом деле у нее очень хороший вкус. Так что это просто пример. Но если ты окажешься в ситуации, когда тебе придется солгать во спасение, значит где-то есть змеи, с которыми ты еще не имел дела. И возможно, лучшее, что ты можешь сделать, это Леонард Коэн, поэт сказал, нет достойного места, где можно стоять во время резни. Возможно, ты уже скомпрометировал себя до такой степени, что в этой ситуации лучшее, что ты можешь сделать, это солгать. Но это означает, что тебе, черт возьми, с самого начала не следовало там находиться. И во многих отношениях противоядием от этого является честность по отношению к себе и другим людям, которые находятся выше по течению. Ты можешь оказаться в ситуации, когда все твои варианты окажутся неудачными. И это означает, что именно так, как ты указал, ты сделал что-то не так, чувак. Так вот, одна из вещей, которую ты делаешь в терапии, это выясняешь, что люди делали не так. Ты знаешь, и ты найдешь это в своих беседах с женой. Тут возникнет проблема. И по мере того, как ты будешь приближаться к ней, ты поймешь, о, вот тут-то я и допустил ошибку, верно? Вот что со мной не так. И тогда ты даже сможешь это выяснить, если присмотришься, ты сможешь вернуться в свое прошлое и подумать, о да, вот тогда-то я и принял это решение. Когда я его принял, я понял, что это было плохое решение, понимаешь? И твоя жизнь полна последствий решений, которые ты принимал в прошлом и которые привели тебя на неверный путь. И ты сказал, что мы говорили о том, как все исправить. Что тебе нужно сделать, так это вернуться к тому месту, где ты допустил ошибку. Ты должен выяснить, в чем заключалась ошибка. Знаешь, есть такой мультяшный сюжет. На одном плече у ангела, а на другом у дьявола. Ну что же, если ты дойдешь до перекрестка, то там же встретишь и дьявола. Иди в ту или иную сторону. Если ты пойдешь в неверном направлении, то твоя жизнь будет зависеть от последствий этого неправильного выбора. И тогда это запутает тебя, а потом ты будешь страдать из-за этого. Тогда ты должен понять, хорошо, в чем же заключается страдание. В чем проблема? Когда я сделал неправильный выбор? По какой дороге мне следовало пойти? Именно так можно залечить травму. Ты заменил дорогу, по которой шел, на ту, по которой должен был идти. И теперь у тебя есть путь вперед. И как только у тебя есть путь вперед, травма перестает быть травмирующей, потому что у тебя есть дорога. Твой мозг вспоминает прошлое, потому что ты не указал правильный путь вперед. Ты возвращаешься на ту дорогу, по которой шел, но которая была неправильной. Ты узнаешь, какая дорога была правильной. Теперь ты искупил свою вину, ты исповедался, ты раскаялся, и ты указал правильный путь вперед. Именно это ты и делаешь, когда обсуждаешь решение проблемы со своей женой. Вот что мы делаем. Вот в чем проблема. Вот что мы сделали неправильно. Вот что мы постараемся сделать в будущем. И если эта новая карта будущего сработает, то прошлая травма перестанет иметь значение. Как ты знаешь, из-за того, что мне прислали тысячи сообщений, эти карточки для бесед раскупаются исключительно быстро. Так вот, я собираюсь заключить с тобой сделку. Если ты присоединишься к списку ожидания, который приведен в описании ниже, тебе будет выслан доступ к этим разговорным карточкам на час раньше, чем кому-либо другому. Их количество ограничено, поэтому если ты действительно хочешь получить их в свои руки, пожалуйста, внеси свое имя в список ожидания в разделе «Контакты». Описание приведено ниже. И ты можешь найти этот список ожидания на сайте Conversation Cards, но я также включу его в описание ниже, где бы ты ни слушал. К этому эпизоду. Как много ты на самом деле знаешь о своем здоровье? Для меня этот ответ был прост. Ответ был очень прост, пока не появился ВУП. Как вы, ребята, знаете, они спонсировали этот подкаст. Но даже до этого ВУП был неотъемлемой частью моего понимания того, что происходит внутри моего тела. Большинство моих друзей, моя семья и моя команда сейчас используют ВУП, но у меня все еще есть несколько друзей, которые сомневаются, стоит ли им подключаться. И что я слышу от некоторых из этих друзей, так это то, что они немного беспокоятся о том, что они могут увидеть в данных. И они могут чувствовать себя некомфортно, зная, что происходит внутри их тела. Если я чему-то и научился, так это тому, что знание — это сила. И как только я, наконец, начал изучать данные и понимать, как недостаток сна влияет на мой организм, и как мой прежний образ жизни на самом деле вредит моему здоровью в долгосрочной перспективе, все изменилось к лучшему. Так что если это то, что ты хотел бы попробовать, присоединяйся к нам. Стань генеральным директором в ВУП.com, и ты сможешь попробовать ВУП в течение 30 дней без риска и с нулевыми обязательствами. Попробуй и дай мне знать, как у тебя дела. Я тут вспомнил наш прошлый разговор и подумал, что было бы интересно посмотреть, что это за аудитория, какая она демографическая. А возрастная группа была от 20 до 40 лет, на самом деле от 18 до 40 лет. Мой вопрос к тебе заключается в том, что в их жизни, в этой демографической ситуации, как ты думаешь, в чем заключается самая большая проблема? Потому что оба твоих ребенка, Джулиан и Микаэла, также относятся к этой категории. В чем заключается самая большая проблема, с которой сталкивается эта демографическая группа? Ну что же, самые большие проблемы, с которыми мы сталкивались в отношениях с нашими детьми, заключались в следующем. Понимаете, я думаю, что самая большая проблема, с которой сталкивалось мое поколение, заключалась в том, чтобы договориться о возрасте между 13 и 15 годами. Что-то в этом роде. Но мне кажется, что сейчас самая большая проблема для молодых людей, это переговоры о переходе во взрослую жизнь, о взрослой идентичности. И я думаю, что отчасти именно поэтому в нашей культуре идет эта ужасная война по поводу того, что представляет собой идентичность. И я думаю, что причина, по которой идентичность стала такой проблемой, заключается в том, что наши представления об идентичности невероятно бесхитростны, узки, гидонистичны и своекорыстны. Так что все появившиеся группы идентичности, это можно сказать группы идентичности, основанные на прихоти. Их сексуальная идентичность, скажем, или что-то произвольное, например, пол, раса или этническая принадлежность, что-то произвольное. Но группы по сексуальной идентичности особенно интересны, потому что идея о том, что это и есть ваша идентичность, основана на представлении о том, что для вас нет ничего более важного, чем непосредственность вашего сексуального поведения. Ну, ты же не секс-машина. Ты не машина для кратковременного секса. Это не то, чем является человек. Так что если ты вернешься к этому, все, что ты будешь делать, это вызывать беспокойство, безнадежность и страдания. Это не самое лучшее решение. Так что тогда ты можешь спросить, ну и в чем же заключается решение? И это решение называется вспомогательным решением. Это что-то вроде, так кто же ты такой? Ну что же, тебе следует взять себя в руки и позаботиться о себе. Так что тебе нужно интегрироваться. Ты должен преодолеть тревогу, ненависть, боль, ревность, страх, голод, похоть и все то множество духов, которые ведут войну внутри тебя. Это очень много. Это очень много. Ты должен объединить это в единое целое, хорошо? И одна из вещей, сказанных Ницше, знаменитым немецким философом, заключалась в том, что каждое побуждение пытается философствовать в своем духе. Так что все эти подчиненные духи, которые борются внутри тебя, будут пытаться доминировать. Я — это всего лишь мой гнев. Это тип протестующего, понимаешь? Я — это всего лишь моя сексуальность. Я — это всего лишь мой аппетит. Это потребительская модель. Но все это должно быть интегрировано. И тогда вы могли бы спросить, ну а интегрировано во что? Ну, в общем, интегрировано в структуру, которая служит всем этим духом одновременно и гармонично на протяжении длительного времени. Вот это и есть зрелость. Хорошо, но это не происходит изолировано. Так вот, на следующем этапе есть этапы выше этого. Хорошо, так что, возможно, следующий момент заключается в том, что ты достаточно хорошо себя ведешь, чтобы кто-то мог терпеть свое присутствие рядом. Чтобы от тебя осталось достаточно, чтобы ты мог поиграть с кем-нибудь другим. Итак, вы устанавливаете отношения, вступаете в брак, допустим, вы приглашаете кого-то другого объединить усилия с вами. Вы создаете единое видение. Хорошо, и так теперь есть ты, и есть ты как муж. И именно совместное взаимодействие этих людей составляет теперь твою личность. Хорошо? Итак, теперь у тебя есть определенная роль, обязанности и возможности. Знаешь, ты говоришь, ну что же, я стеснен своим браком. Ты знаешь, есть много вещей, которые я не могу делать, что на самом деле означает, что я больше не могу, самым примитивным образом. Это означает, что я больше не могу немедленно удовлетворять свои сиюминутные прихоти. Хотя это может быть и сложнее, поскольку я не могу заниматься тем, чем мне нужно заниматься, а это значит, что ты не очень хорошо провел переговоры со своей женой. Если ваш брак это тюрьма, значит вы либо очень незрелы в своих желаниях, либо не провели надлежащих переговоров. Если вы все сделали хорошо, значит у вас установилось индивидуальное единство, и тогда единство в браке становится лучше. А почему это должно быть лучше? Ну что же, ты мог бы научиться любить кого-то, и это было бы лучше, потому что выход за пределы себя уменьшает твою тревогу. Итак, мы, психологи, знаем, что одна из вещей, усвоенных 20 лет назад, заключается в том, что нет разницы между тем, чтобы думать о себе и о том, чего ты хочешь, и быть несчастным. Самосознание и негативные эмоции настолько тесно связаны друг с другом, что статистически неразличимы. Разве это не поднимает вопрос об упадке религии? Совершенно верно. Ну что же, это уже следующий уровень. Это как бы говорит о том, что теперь ты муж, так ведь. Таким образом, твоя личность — это две взаимосвязанные вещи, но этого недостаточно. А теперь, возможно, ты стал отцом, теперь у тебя есть дети, теперь у тебя есть совершенно другой уровень ответственности и возможность проявить себя, поддержать и полюбить. Верно? Так что время от времени, ну что же, у тебя есть возможность собрать свою семью вместе. Этого недостаточно. Ты должен служить обществу. Значит, ты хочешь служить обществу, и тогда сообщества будут расширяться. Знаешь, может быть, ты хорош в своем местном бизнесе, и у тебя есть местная бизнес-организация, и ты хорош в этом. А потом, ну в общем, есть еще городской уровень, и городской уровень штата, и уровень страны. И потом, ты же знаешь, Америка — это единая нация под властью Бога. Это высший уровень иерархии идентичности. И именно этому следует уделять самое пристальное внимание. Это и есть определение, понятно? Бог — это то, чему следует уделять самое пристальное внимание. Это и есть определение. Поэтому, когда ты думаешь, что Б лучше А, ты говоришь, даже если сам этого не знаешь, что Б — это шаг от А на пути к Богу. Именно это ты и хочешь сказать. Средневековое определение Бога было чем-то вроде суммы всего, что есть хорошего, или сути того, что есть хорошего. И поэтому, если ты веришь, что есть добро, то за этим скрывается дух всего того, что является добром. Это и есть Бог по определению. Теперь ты можешь бесконечно спорить о том, что это такое, но это то, с чем ты живешь в отношениях, как с этим. С этим это абсолютно неизбежно. И ты можешь сказать, ну что же, я не верю в Бога. И тогда я бы спросил, а ты веришь в добро? И ты бы ответил, нет. Я бы сказал, ну, тогда ты не можешь действовать, потому что ты действуешь во имя добра, или у тебя нет мотивации. Я позвонил Саймону Ганнингу, который является генеральным директором компании «За жизнь в нищете». У нас здесь большая благотворительная организация по охране психического здоровья. И я попросил его предоставить мне обновленную статистику. Он сказал мне, что люди в возрасте от 19 до 35 лет, которые преимущественно слушают это, в два раза чаще сообщают о кризисе, чем любая другая группа. Ты прав. И на это есть причина. Это очень простая причина. Дело в буквальном смысле этого слова. Чем больше ты сосредоточен на себе, тем более несчастным ты становишься. Все очень просто. Но в наши дни общество таково, что мы очень... Я знаю. Ну что же, и у нас все хорошо, и есть ужасные силы, толкающие нас в этом направлении. Понимаешь, как будто я мог бы объяснить это идиотизмом дегенеративного протестантского либерализма, движимого постмодернизмом. Но с таким же успехом можно указать на потребительский капитализм. Это похоже на то, что все дело в тебе. Все дело в том, чего ты хочешь. Даже хуже. Все дело в том, чего ты хочешь прямо сейчас. Еще хуже. Все дело в том, чего хотят твои самые низменные желания, независимо от стоимости прямо сейчас. Ну что же, это то же самое, что быть двухлетним ребенком. Дело в том, что в этом нет ничего особенного, и почему ты вообще думаешь, что это ты? С каких это пор то, кем ты являешься, стало тем, чего хочет самая идиотская часть тебя, которая не заботится ни о чем другом и ни о каких других людях прямо сейчас. Почему это ты такой? А как насчет вот этого, вот тут-то я и пытаюсь провести различия. Ответственность — это хорошо, но вместе с ответственностью иногда приходит мысль, что все зависит от меня, от моих результатов. Все дело во мне. Мои успехи и неудачи — это следствие меня, 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 меня. Да, ну что же, верно-верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот почему классическая христианская философия всегда утверждала, что нельзя судить о моральной ценности человека по уровню его достижений. Так сказали бы аристократы, римские аристократы сказали бы, ну что же, посмотри на меня. Как будто совершенно очевидно, что разговаривая с рабом, ты говоришь, что совершенно очевидно, что я лучше тебя. Во-первых, я могу дать тебе пощечину, и ты ни черта не сможешь с этим поделать. И ты должен делать то, что я тебе говорю. И у меня есть все деньги и все необходимое, и я могу принимать все решения, и у меня есть вся власть. Очевидно, это доказывает, что я морально выше тебя. Но разве они не верили, что Бог в какой-то степени даровал им это превосходство? Разве они часто не верили в удачу, как в нечто большее? Конечно, мы несем за это ответственность. Конечно, конечно, они верили. От этого стало еще лучше. Похоже, что тот факт, что у меня есть сила, является отражением того факта, что космический порядок явно на моей стороне. И сейчас мы верим в это меньшее из-за упадка религии. Так что теперь мы считаем, что наши результаты в большей степени определяются нашими собственными действиями. Да, но за всем этим скрывается скрытый Бог. Просто Бог превратился в субъективность. Это что-то в этом роде. Когда Бог говорит с Моисеем из глубины горящего куста, он говорит, я такой, какой я есть. И именно это сейчас говорит каждый дегенеративный протестант-либерал. Я такой, какой я есть. И они также говорят, что если ты не согласишься с этим, последствия для тебя будут чертовски печальными. Используй мои местоимения, прими мою идентичность, играй в игру, на которой настаивает худшая часть меня, или что-то еще. И это является следствием. Я сказал протестантский либерализм не просто так. По мере того, как мы отдаляемся от Бога, мы становимся радикально субъективными. Проблема в том, что радикальная субъективность, особенно импульсивная, невероятно незрелая и контрпродуктивна. Это работает не больше, чем комната, полная двухлетних детей. А что может быть лучше? Это вспомогательная структура. Это принятие добровольной ответственности. Это гораздо более сложная идентичность. Это все равно, что взять на себя груз ответственности. Выбери кого-нибудь в своей жизни, заведи постоянные отношения, разберись с этим. Заведи несколько детей, служи своему обществу на всех этих разных уровнях. Стремись вверх. В чем дело? Хорошо, вот определение понятия «вверх». Лучшее решение объединяет большее количество ситуаций людей на более широком промежутке времени. Вот почему и это подводит меня к тому, что вы занимаетесь Академией Петерсона, которая представляет собой онлайн-платформу интерактивного обучения, которую вы разработали, и которая, похоже, берет на себя роль типичного университета структура. Я, я был там на съемках. Я вижу, что люди могут записаться прямо сейчас. Но почему ты занимаешься в Академии Петерсона? Ну что же, это просто любопытство. Мне интересно практически все. Я начал выкладывать свои лекции на YouTube, потому что мне было любопытно, что произойдет, если я воспользуюсь этим, ну, знаешь, так что любопытство. Но более взвешенный ответ заключается в том, что я нахожусь в очень удачном положении, потому что могу встретиться практически с любым, с кем захочу. И люди, с которыми я хочу встретиться, почти всегда являются интересными мыслителями, скажем так, или людьми, которые неоднократно совершали интересные поступки в своей жизни. Так что я могу найти этих людей, и некоторые из них очень харизматичны, и им есть что сказать. И я предоставляю им платформу, чтобы они могли высказать все это. И мы можем сделать это с чрезвычайно высоким качеством и очень-очень низкой стоимостью. И мы можем распространить это среди всех желающих. А я педагог, я профессор, или по крайней мере был и остаюсь почетным профессором. И пришло время для того, чтобы то, чем мы занимались в университетах на протяжении всех этих столетий, стало доступным в массовом масштабе, потому что это может быть сделано очень хорошо. И это может это увлекательное занятие, и нет никаких причин не делать его. Хорошо, значит все это только с положительной стороны. Кроме того, в этом есть еще и аспект чувства юмора, потому что для меня стало невозможным работать в университете. И вот я подумал, хорошо, я пойду и построю свой собственный университет, потому что я подумал, что возможно в этом есть что-то высокомерное. Когда университет взялся за меня, какая-то часть меня подумала, ты думаешь, что я нуждаюсь в тебе. Это похоже на то, что я так не думаю. Я думаю, что я нужен тебе. И если ты больше не хочешь, чтобы я был рядом, мы еще посмотрим, кто в ком нуждается. Так вот, как я уже сказал, ты знаешь, я был раздражен и раздосадован, и возможно в этом есть что-то высокомерное, но давай изменим ситуацию. Вот один из случаев, когда я привозил этих профессоров в Майами. Особенно это касается профессоров из Кембриджи и Оксфорда. Как и некоторые из этих людей, они смертельно опасны. Тебе повезло, что ты с ними общаешься. Они долго думали. Они очень умные. Они мудрые. Они знают свое дело. Они отличные коммуникаторы. Это выдающиеся люди, и их университеты относятся к ним ужасно. Никакого уважения. Они позволяют своим студентам наступать им на пятки. Они платят им чудовищные деньги. Они обращаются с ними так, как будто они пешки в руках администрации. Это отвратительно. И поэтому я приглашаю их приехать в Майами, и мы делаем им хорошее финансовое предложение, и мы относимся к ним как к людям, которым мы очень рады, и надеемся, что они вернутся. И они, проведите время по-настоящему хорошо, и они доставят вам удовольствие. И мы говорим, послушай, они говорят, ну и какую функцию ты хочешь, чтобы этот курс выполнял? Ты знаешь, потому что, возможно, они обеспокоены тем, что существует политическая повестка дня или что-то в этом роде. И наше правило заключается в том, что мы выбрали тебя не просто так. Ты знаешь, что мы делаем. Расскажи нам, как убраться к чертовой матери с твоего пути, чтобы мы могли дать тебе возможность преподавать курс, о котором ты всегда мечтал. Мы предоставим тебе аудиторию, о которой ты всегда мечтал. Это будут люди, потому что у них есть живая аудитория, а у нас есть живые слушатели. Избранных выбирают потому, что они хотят прийти и послушать. А именно этого вы и хотите от студентов. И поэтому мы хотим, чтобы профессор испытал то, о чем он мечтает. Приходи и расскажи о том, что тебе нравится, людям, которые захотят тебя послушать. К тому же, возможно, мы обеспечим тебе достаточную финансовую безопасность, так что тебе больше не придется беспокоиться о своем чертовом университете, чему я тоже очень рад. Сейчас я не знаю, сможем ли мы это сделать, но даже на начальном этапе мы даем им возможность продвигаться вперед, как при заключении книжной сделки. И даже первоначальный внос, как правило, составляет значительную сумму. В какой-то степени это зависит от их последователей, не так ли? Потому что мы проводим некоторую экономическую калибровку. Но мне бы очень хотелось оказаться в положении, когда я мог бы прослушать тысячу лучших лекций в мире, привезти их в Академию Петерсона, дать им финансовую независимость. Потому что это было бы действительно забавно. А затем донести то, что они хотят сказать, до всех практически бесплатно. Ты применил подход первого принципа к созданию университета, собрав лучших профессоров вместе, предоставив им свободу, убедившись, что они никоим образом не подвергаются цензуре, предоставив им аудиторию и вознаграждение и признательность, которых они заслуживают. Когда откроется этот университет Академия Петерсона? В начале 2024 года. У нас уже записано 30 курсов, что-то в этом роде. Я добавлю ссылку на университет в описании этого эпизода ниже, но также вы можете просто поискать университет Петерсона в интернете, и он появится первым. У нас обычно есть традиция закрытия этого подкаста, когда последний гость оставляет вопрос для следующего гостя в дневнике. Но я хотел задать тебе свой собственный вопрос, потому что это было очень важно для нашего подкаста. Это было действительно познавательно, и та честность, которую ты привнес в наш последний разговор, действительно изменила мою жизнь во многих отношениях. Каким образом? Я расскажу тебе после того, как задам этот вопрос. Хорошо, хорошо. Вопрос в том, как у тебя дела. Все хорошо. Все хорошо. Ты знаешь, мне все еще очень больно. Конечно, это раздражает, но все же не так сильно, как когда я был по-настоящему болен. Так что я почти всегда чувствую себя так, словно у меня относительно серьезный грипп. У меня все болит. Это какая-то неврологическая проблема, и я понятия не имею, что это такое, и никто другой этого не знает. Но я совсем не волнуюсь, и голова у меня совершенно ясная, и у меня такая до смешного интересная жизнь, что оставшиеся неприятности по сути не имеют значения. Знаешь, я бы хотел, чтобы это поскорее закончилось, но как бы там ни было, это не такая уж большая проблема. Так вот, я имею в виду, что передо мной просто открывается совершенно невероятная сфера возможностей. Это безумие. Каждый мой день настолько интересен, что это почти невыносимо. И я бы сказал людям, которые меня слушают, что, возможно, вы захотите этого и для себя. Давайте предположим, что вы, возможно, захотите иметь это. И я могу сказать вам, что вы можете. Один из способов увеличить вероятность того, что все сложится для вас должным образом, это не делать этого. Ври. Просто перестань врать и точка. Перестань говорить то, что по твоему мнению не соответствует действительности. Перестань делать то, что, как ты знаешь, неправильно. Просто начни с этого. Ты будешь все ближе и ближе подбираться к истине. А истина в том, что истина — это жизненное приключение. В этом преимущество правды. Очевидно, что весь мир на твоей стороне, потому что, если ты лжешь о чем-то, ты выступаешь против реальности. Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы выступать против реальности? Удачи тебе. Это невыносимо. Это почти невыносимо. Твоя жизнь настолько увлекательна и полна возможностей, что это почти невыносимо. Да, да. Это все время похоже на приключенческий боевик. Это безумие. Это безумие. Ты знаешь, куда бы я ни пошел, я, по сути, могу поговорить с кем захочу. Ты же знаешь, я путешествую из страны в страну. Люди останавливают меня на улицах. Они рады меня видеть. У меня такое чувство, что у меня есть друзья, куда бы я ни пошел. На самом деле это безумие. И люди, знаешь ли, чувствуют, что знают меня, потому что они часто наблюдают за мной часами, и они действительно знают меня. Ты знаешь, я с ними не знаком, но они определенно поддерживают со мной хорошие отношения, понимаешь? Так вот, я только что побывал в девяти разных странах, и у меня есть команда людей, которые организовывают для меня встречи, например, обеды и так далее в этих странах. И они всегда остаются людьми, занимающими достойное положение в политической и культурной сферах. Они невероятно интересные люди. И знаешь, каждые два дня я встречаю 30 таких людей в разных странах по всему миру. Так вот, у меня есть эти подкасты, и я могу позвонить любому, с кем захочу поговорить, и они поговорят со мной. И так ты знаешь, три раза в неделю я встречаюсь с кем-то, кто просто чертовски гениален. И в течение 90 минут они рассказывают мне целую кучу вещей, которых я не знаю. Так что это невероятно интересно. И вот, и вот, ты знаешь, мои книги продаются как сумасшедшие, и я пишу еще одну, которая мне действительно интересна. И да, это здорово. Это до смешного интересно. И ты можешь это сделать. Я искренне верю, что у людей все это есть под рукой. У тебя это есть под рукой. Это для тебя. Джордан, спасибо тебе. Мне очень приятно. Всегда приятно с тобой поговорить. Я тоже всегда рад с тобой поговорить. И это потому, что ты сделал мне подарок, как и в прошлый раз во многих отношениях. Так что большое тебе спасибо за то, что ты принял это решение, потому что я знаю, что ты можешь быть где угодно. Так что если ты приедешь сюда, я не забуду эту честь и это решение. Так что это очень много значит для меня. Большое тебе спасибо за ту работу, которую ты выполняешь. Да, что же я скажу тебе, просто чтобы ты тоже знал, что я здесь не просто так. Ты знаешь, у меня есть команда, которая работает, потому что у меня действительно много запросов, а когда у тебя их больше, чем ты можешь выполнить, то есть в этом есть определенная проблема, потому что запросы почти всегда определенного качества, знаете ли, поэтому мы сортируем и ищем людей, чьи подкасты имеют охват, и которые были успешны, и которые проведут прямое и честное интервью, и которые, знаете ли, будут стремиться вверх, и которые победят не играй в игры. И я здесь не просто так. И причина, по которой я здесь, заключается в работе, которую ты проделал. Так что все правильно. Это не одолжение. Я рад быть здесь, но я здесь потому, что это подходящее место для того, чтобы быть прямо сейчас. Так что поздравляю тебя с этим. Большое тебе спасибо. Пару слов о каблуках. Как ты знаешь, они спонсируют этот подкаст, а я являюсь инвестором компании. Наконец-то это произошло. Три года работы от Хэйлу шло на то, чтобы попытаться создать полноценный питательный бар-закусочную. На момент записи этого эпизода они, наконец, выпустили батончики с высоким содержанием белка, 27 витаминов и минералов, и всего двумя граммами сахара. Было сделано невозможное. И это чертовски вкусно. Часто эти батончики с высоким содержанием белка на вкус напоминают пластилин, картон или что-то в этом роде. Так сложно приготовить что-то полноценное и вкусное с точки зрения питательных веществ. Дамы и господа, вот оно у нас и получилось. Я добавлю ссылку в описании, чтобы получить ваш батончик ниже. Попробуйте его, отметьте меня и дайте мне знать, как у вас дела, потому что так приятно наконец-то получить полноценный по питательности батончик, который на самом деле не напоминает картон, а имеет восхитительный вкус. Свершилось невозможное. Продолжение следует...